Какую часть в структуре преступности составляют мошенничества? 12% от всей преступности района, но для такого узконаправленного преступления это очень многое. Процент раскрываемости мы улучшили в этом году, то есть в какой-то степени научились раскрывать данные преступления, но, соответственно, еще есть к чему стремиться. Какая работа проводится сотрудниками полиции, чтобы уменьшить статистику случаев мошенничества? Какая работа проводится? Недавно женщина пришла в банк оформлять кредит под воздействием мошенников. Ее спросили, вам куда надо эти деньги? Она говорит, на ремонт квартиры. Ее отговаривали, еще несколько раз предупредили, вы точно берете на ремонт квартиры? Говорит, точно на ремонт квартиры. Переводя около 300 тысяч в банкомате, то есть это заняло определенное время, граждане тоже скопились, спрашивали, вы не мошенникам передаете деньги, перенаправляете через банкомат? Говорит, нет, это мое дело, я все знаю, что делать. В итоге на следующий день приходит ВМО «Городецкий» и говорит, что меня обманули. Ну, так вот происходит. К сожалению, сказать, что все так вот плохо нельзя, потому что профилактическая работа дает и положительные результаты, я ее оцениваю. По таким моментам, как каждый день, фактически каждый день, мы регистрируем сообщения от граждан, которые звонят. Мне звонили посторонние лица, спрашивали, что мой расчетный счет заблокирован, необходимо открыть кредит и перевести деньги на запасной резервный расчетный счет. Говорит, я думаю, что это мошенники. Ну, правильно думают, и, соответственно, этим мы их, как бы, обезопасили от преступных посягательств неизвестных лет. Появляются ли у преступников новые схемы обмана? Сейчас новое веяние, что сотрудник полиции звонит, потом след за ним служба безопасности банка, то есть тут уже граждане уже верят этому. Также, ну, продажи на Авито, значит, на других сайтах, интернет-сайтах, оно уже распространено, оно не новое. К сожалению, там дешевле, и народ попадается на сайты двойников, значит, на незаконно послушных продавцов, которые получают деньги и потом, соответственно, скрываются. Ну, такие моменты есть, они продолжают оставаться. Особая озабоченность вызывает то, что где-то с мая месяца по Нижегородской области начались все такой вид мошенничества, мы уже про него забыли. Это когда говорят, что родственник попал в ДТП. Ситуация такая, что этот вид мошенничества возобновился после того, как в марте месяце, после начала спецоперации на Украине, у нас два, наверное, с половиной месяца перестали регистрироваться вот такие мошенничества, как я вам ранее озвучил. Ну, значит, блокирование счетов, перевод денежных средств. Ну, вот тут как, что можно думать, но и одно предположение, что все это с Украиной шло, связано было. То есть тут по-другому, как бы, оно само, сама вот эта мысль наталкивает на это. Ну, соответственно, в это время преступники не стояли, и вот это старое, все, что старое и забытое, оно стало актуально. Только разработали новые схемы, когда такой же колл-центр обзванивает вот городские телефоны. Соответственно, говорят, что ваша родственница попала в ДТП. Соответственно, прежде чем назвать родственницу, все это под другим предлогом все узнается. Значит, и после этого приезжает курьер, совсем посторонний гражданин. Он забирает деньги, причем просит деньги обязательно завернуть под предлогом того, что, скорее всего, родственника могут задержать, значит, арестовать, чтобы положили постельные принадлежности, значит, средства гигиены. Ну, люди на это покупаются, потому что здесь, ну, понятно, деньги отдать, это все понятно, да, а когда еще вот тут есть шанс, что это действительно правда. Ну, и основными вот у нас в районе два было в Заволжье в конце года, и вот буквально в ближайшее время, неделю-две назад, было в Городецком районе. Все потерпевшие преклонного возраста 86-82 года. Были ли случаи поимки преступников? Сейчас, в принципе, те, которые занимаются под предлогом ДТП, они у нас устанавливаются. То есть, я думаю, что мы и тех, которые совершили у нас эти преступления, мы их, я думаю, что, ну, найдем. Потому что есть определенный и с их стороны алгоритм действия, он предсказуемый, значит, и мы уже, как бы, к этому готовы. Буквально вчера в городе Дзержинске был задержан такой вот мошенник, который оказался из Мордовии. Такие, еще один гражданин тоже Мордовии был задержан в Арзамасе, который совершил еще и в Стовском районе такие преступления. То есть, ну, мы их, они не вот, что сказать, это не те, которые расчетные счета уходят за границу, и которые мы не сможем, хотелось бы, как бы нам не хотелось помочь людям, но мы пока не готовы к этому. А такие преступления, они раскрываемы. Если они раскрываются по горячим следам, то есть, есть такая возможность заблокировать расчетный счет, куда он перейден, но это все только прямо экстренно делается. То есть, какие-то время банковских операций есть, и это уже от того момента, как мы это все дело обнаружим и быстро среагируем. Человек будет признан виновным, ему будет иск предъявлен, и он будет впоследствии эти деньги отдавать. Процедура, она установлена законом, она понятна. Что делать, если гражданин попался на уловки мошенников? Телефон 112, самый простой и безотказный, вас соединяет с тем отделом, куда вам надо. Значит, дежурная часть реагирует, направляет следственно-оперативную группу. При любом, даже если вы не перечислили никакие деньги, а считаете, что в отношении вас совершено преступление, то звоните, мы будем разбираться. Все это фиксируется и в последующем может пригодиться при доказании дополнительных эпизодов преступной деятельности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!